Бывший российский сенатор Борис Шпигель с соратниками по правозащитному центру «Мир без нацизма» посетил Киев, чтобы выразить свою тревогу событиями в Украине. Правозащитников, однако, беспокоят не нарушение правительством прав и свобод граждан страны, а угрозы для действующей власти. Выступая в Верховной Раде, господин Шпигель дал ясно понять его симпатии на стороне команды Виктора Януковича. Те же, кто выступает против нее, по мнению московских правозащитников, правые радикалы и сторонники нацизма. Сегодня демократически избранный президент поставлен в положение, когда он не может обеспечить безопасность своих граждан на улицах украинских городов. Сегодня оппозиция не соглашается на предложенные президентам условия, в том числе на то, что возглавит правительство. Сегодня всем этим пользует третья сила национального радикала, о которой я говорю, который, очевидно, нацеливается на власть. Для придания большей респектабельности в мероприятиях правозащитного центра в Киеве были приглашены депутаты Европарламента из постсоветских республик, известные своими пророссийскими взглядами. Их задача – нейтрализовать сторонников украинской оппозиции в европейских столицах. Здесь мы видим в Киеве так называемый правый сектор, тоже ультраправые экстремисты, которые сегодня с флагами, сочетают флаги Европейского Союза с флагами Степана Банды. Мне стыдно, что не судили подобный рост крайних правых настроений в Украине и появление неофашистов на улицах. После того, как миф о засилии правых радикалов в Украине запустили в информационное пространство, сторонники нынешних украинских властей в Москве и в Киеве начинают внедрять в массовое сознание мысль о невозможности сосуществования сторонников евразийского и европейского выбора в нынешнем украинском государстве. Главная площадка для популяризации подобных идей – Киевский филиал Института стран СНГ. Встречи экспертов, как правило, проходят при участии российских дипломатов. Представители РФ не стесняются ретранслировать заявления лидеров сепаратистского движения Юго-Востока Украины. Советнику-посланнику Андрею Воробьеву, например, пришлось по душе высказывание харьковского губернатора Михаила Добкина. Все дальнейшие прогнозы развития событий в Украине российские эксперты строят исходя из неизбежности ее федерализации, поскольку сейчас она является унитарным государством с элементами федерализма. Их украинские коллеги говорят о манипулятивных технологиях, используемых в российских оценках. Ведь социологические опросы свидетельствуют, что более трех миллионов граждан активно поддерживают протесты в Украине. Причисляя этих граждан к числу правых радикалов, аналитики вводят в заблуждение дипломатов и российские власти. Люди, которые исполняют какие-то определенные обязанности, а мы говорим о дипломатах, то в стране пребывания они не могут так публично делать подобные заявления. В частных разговорах, да, это возможно, высказывать свое видение. Но ретранслировать и говорить то, что может привести к расколу стране, это, я считаю, неприемлемо. Активность российских экспертов и подконтрольных Кремлю депутатов Европарламента уже дала первые результаты. Совет министров Евросоюза решил воздержаться от санкций против высших должностных лиц Украины, а также против чиновников, ответственных за избиение активистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!